В Краснодарском крае 1 миллион 200 тысяч должников. Это и отдельные граждане, и целые компании. В общей сложности они должны государству 218 миллиардов рублей. Это деньги, которые могли направить, например, на строительство новых школ и детских садов. Средств на эти нужды сейчас так не хватает во всех уровнях бюджета. В общем, проблема серьезная. Судебные приставы внедряют новые методы борьбы со злостными неплательщиками. Их разыскивают с помощью обычного гаджета. Приложение «Мобильный розыск» протестировала Анна Володина. Эти хрупкие девушки на самом деле строгие блюстители закона. Вместе с ними на парковке около крупного торгового центра отправляются в очередной рейд по поиску злостных неплательщиков. В помощь специальное приложение «Мобильный розыск». Воспользоваться им могут только судебные приставы. С обычным сотовым телефоном они ведут свою фотоохоту. Наводят камеру на номер и через несколько секунд получают информацию о том, числятся ли за владельцем авто штрафы и задолженности или нет. В случае обнаружения по номеру автотранспортного средства долгов, мы имеем право, если учитывать принцип соразмерности долга и автотранспортного средства стоимости, мы имеем право арестовать автотранспортное средство, предупредить должника. Принцип соразмерности заключается в том, что если сумма долга небольшая, а автомобиль из класса премиум, то никто ваш транспорт, конечно, не тронет, как, например, в случае с иномаркой «Вишневого цвета». Приложение показало задолженность автовладельца 14 тысяч рублей. Это тот случай, когда аресту машина не подлежит, и ее владелец пока может и дальше спокойно гулять по торговому центру. Но долги, конечно, лучше раздать. Они имеют свойство накапливаться, и пеня за просрочку растет с каждым днем. Приятно, что во время рейда нам не попалось ни одного обманщика или хама. И честных горожан мобильное приложение тоже определяет честно. Добрый день, телекомпания «Краснодар». Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то задолженности перед государством? Нет? Нет. А мы сейчас у нас есть специальное приложение, проверим. Разрешите тогда. Действительно. Ну, то есть нет долгов? Нет. Не верю своим глазам. Мобильный розыск больше не находит ни одной машины с долгами у ее владельца. Тогда сотрудники службы судебных приставов разделились и обошли всю парковку. Результаты приятно удивили. Наш эксперимент показал, что на 100 автовладельцев всего один должник. И мы думаем, это не просто везение. А все потому, что в Краснодаре отлично работает служба судебных приставов. И потому, что в этом городе самые добросовестные жители. Благодаря приложению «Мобильный розыск» с начала его использования, а это меньше, чем за год, найдено около 200 должников. В бюджеты различных уровней вернулось почти 7 миллионов рублей в счет погашения их задолженностей. Но разработчики такой виртуальной ищейки уже придумали, как ее усовершенствовать. Тогда у злостных неплательщиков алиментов и жаденобежащих государства на налоги и других нарушителей начнется веселая жизнь. По крайней мере, своего автомобиля они могут лишиться в любую минуту.